Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алла. Я вас приветствую на своем канале Алла Тарот. И сегодня 6 июня 2021 года. По просьбе моего подписчика я иду показать его дом, 125, на первом квартале Авиасазлар. Какие тут изменения прошли, потому что, оказывается, я показала его, но мельком. Он попросил поподробнее пройти, показать. Вот я иду. У нас сегодня в Ташкенте. Всем привет! Нереально жарко, где-то 46 градусов точно. Но палит. Я даже одела специальную такую вот курточку с сеточкой, чтобы отражала хоть как-то от тела. Потому что настолько больно коже от солнечных лучей. Вот в этом году я очень сильно это чувствую. Не знаю, как кто, но, возможно, это только я. Так что, вот, уважаемый пользователь, не знаю, как вас зовут. Вот этот дом, 125-й. Огороды убрали, заборы. Ну, и ещё будет здесь улучшение ландшафта, как сейчас идёт программа. В общем, по каждой махале наш президент выделил 2,5 миллиарда сумм, для того, чтобы улучшить махалю, улучшить между домами территорию. Мне сказали по карте даже вот этот дом, 125-й. Хотя на нём не написано. Это всё будет снесено, гаражики, вот эти заборы. Видите, здесь уже идёт асфальт, выкладывают. Как везде, по всем кварталам первого квартала нашего и первого А-квартала, второго квартала, третьего квартала, там, четвёртый квартал. Просто единственное, бордюрчики разные. Вот здесь вот стоячие бордюрчики такие будут. А у нас в других кварталах плоские бордюрчики. Потом заливается цементом или бетоном. Вот, ребята, так работают. Это идёт к 119-му, к 120-му, к дому. И вот между домами. Здесь сделаю детскую площадку. Всё будут дорожки бетонировать. А потом засыпать или гравием, или песком устанавливать качели. Сейчас вот ещё узнаю, если кого встречу. Точно, по-моему, сказали, что это 125-й дом. По карте, по крайней мере, даже посмотрели. Сейчас ещё 11 часов дня у нас в Ташкенте. Но так палит, это нереально. Поэтому видео я мало выпускаю. Потому что или надо рано-рано с утра, а у меня дела. Или попозже надо. А вечером тоже, как бы, занята я постоянно. Этот 125-й дом. Он длинный. Наверное, это два дома, что ли, вместе. Так-то я пробежала. Посмотрела. Ну, на домах не написано. Скажите, пожалуйста, это 125-й дом? А вот мне сказали по карте, что это 125-й. Да, ну, что-то на домах не написано. Сейчас пройду, посмотрю ещё. Ну, другого нету. Уважаемый пользователь, уж извините, на вашем доме не написано. Только по карте, то, что мы на Яндексе забили, вот это получился 125-й дом. На торцах ничего не написано. Если было написано, всё-всё закрашено. Так как старались к приезду президента покрасить дома. Хоть это всё облупливается, всё равно красили. Лишь бы отчитаться. Ну, так как вы написали, что с левой стороны от Рахат комплекса, я так и пришла. Поэтому мы ещё по Яндексу забили, говорю же, и вот этот дом показался. Возможно, вас порадует. Здесь были огороды, всё снесено. Полив, правда, остался. Ну, не знаю, поливается или не поливается. А проведено. Ой, жара нереальная. В общем, вот так, дорогие друзья. Сейчас покажу, что делается около бассейна нашего. Я ещё тоже там не была, но мне сказали, что там уже есть новшества. И посмотрим 61-ю школу. Там тоже, говорят, какие-то изменения есть. А впереди 113-й дом, сказали. Вот. Это уже забор 61-й школы. И пойдём её смотреть. Ну, я с лицевой стороны не пойду, с обратной стороны. Потому что сказали, что изменения идут с обратной стороны, рядом, где бассейн. Ученицы ещё ходят в школе, видимо. Экзамены ещё идут, вдают. На консультации, видимо, приходят. Практически по всему, по всему же кварталу, говорю, везде ставят бордюрчики. Везде бетонируют, асфальтируют. Такие боксы делает сам Хакимиат, и граждане сами могут сделать. Но разрешение берётся под площадку, под стоянку у Хакимиата. Это 61-я школа. Посмотрим, какие здесь изменения. Ну, школу, конечно, покрасили так. Аккуратненько всё. Опа! Забора нет. В школе сняли забор. Ну, надо же. Видимо, дорогу, что ли, будут расширять. Какие деревья старые, большие. Ну, они там и сухих много веток. Может, спиливать будут. Ой, там что-то раскопали. Что-то земля на стадионе. Котлован, что ли, роют какой-то? Интересно. Ну-ка, быстренько приду и посмотрю, что ж там такое делается. Ой, по всему, по всему стадиону. И гравий. Наверное, что-то будут строить. И земля, и гравий. Насыпана земля. Откуда она насыпана? Наверное, тоже что-то будет интересное и красивое. Наверное, тоже под программу попали они. У нас там вообще Хаким город. Не то, что города нашего района, Хаким новый. Он раньше в МЧС работал. И очень конкретный, говорят, мужик. Ну, не знаю. Вот вроде бы все делает хорошо. Главное, чтобы все и качественно. Но он-то сам, конечно, понятно, не может все контролировать. Ездить. Хотя старается, но... Есть подрядчики, которые это все делают. Получать будут они. Мусорка. Опа. Футбольное поле сделали. Смотрите, получается, бассейн. Но его еще не открыли. Забором обнесен. Рядом с бассейном еще футбольное поле. А недавно свалка была. Посмотрите мои прежние видео. Здесь стоял забор. И была свалка. Это, видимо, для школы. А может, тренироваться будут футболисты профессионально. Дети. Трава, видимо, искусственная. Ага. На искусственную похоже. Но приятно. Изменения. Давно я не была здесь. Немножко видно здание, конечно. Скоро откроется. Говорят, к сентябрю месяцу будет готово. Потом еще поснимаю. Ну, это детский сад. Логопедический. Перейду на бордюрчик. На тротуарчик. Ну, бассейн пока вот так выглядит. Идет реконструкция, строительство. Отделочные работы. Внешние и внутренние. В общем, такие изменения, ребята. Ну, надеюсь, что скоро его откроют. Сейчас покажу проект. Там уже вон вывесили сбоку. Посмотрим. В детском саду воспитатель есть. Наверное, детишки тоже уже есть. Моя жара неимоверная. Прям просто. Полит, полит. Вот так будет выглядеть наш бассейн. Или это новое место что-то строит. Наверное, что-то строит. Махалинский комитет, походу. Там фундамент заложили внутри. А это проект. Дальше впереди платная стоянка. Машин. Ну, тоже неплохо, я считаю, что охраняемая. Но, наверное, дорогая не узнавала. Пришла в гости к детям. Сейчас покажу двор. 88-го дома. Это 52-й дом. Развалился или нет? После того, как экстренно у нас белели все. Смотрите, вот это за одну ночь. Ночью легли спать. Были дома одного цвета. А утром проснулись такие стали. Причем все дома. А еще мне интересно. У меня вторая квартира. На третьем квартале Авиаса Зла. Вывший Лисунова 2. У нас кирпичные дома. И нам сказали, что точно так же будут все красить. Когда кирпич красили, непонятно. Ну, настолько полит. Ой, ребята, очень жарко. Ни одного человека, ни одного ребенка нет. Представляете, еще 11 часов дня. Ну, сейчас, наверное, полдвенадцатого уже. Я еще не посмотрела на время. Когда видео снимать начинала, было 11. Ну, полчасика, наверное, снимаем. Может, меньше. Такие заборы разрешены. Ну, это что-то прям высокий метр. Хотя сказали 70 сантиметров. А этот вообще полтора. Ну, президент, кстати, проехал. Прошел здесь. Сказали, что сам наш президент прошел. И никто ничего не сказал мне убирать, ничего. Нормально все, отнесся к заборам. А здесь вот убрали люди заборы. Так что, до свидания, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Пишите мне комментарии. Пока-пока. Я вас всех люблю. Всем удачи.